и всем привет с вами я леонид и это первое видео про древних богов и известных в древности людей это видео про бога марса мифология там как вы можете заметить я это буду читать с википедии что википедия дает поэтому по поиску марс латынское имя марс пишет старый вакуатив марва мармар если правильно конечно почел я просто латынь я не учил я не буду вот этого читать как на латынь написано потому что для меня это сложно марс отец и на языке саби сабинов мэмерс если ошибаюсь в римской религии марс один из древнейших богов италии рима входил триаду богов первоначально возглавивших римский пантеон юпитер марс и верин бог войны тоже свиной с древнегреческим арисом отец ромула родоначальника и хранитель рима по имени бога названа 4 по удаленности от солнца планета солнечные системы марс вот информация вот так вот выглядит бог войны марс садов бога мифология древнеримская религия сферы влияния война и сельское хозяйство пол мужской отец юпитер мать юнона супруга беллона дети рэм ромула пик беллона формидо ромул и рэм и амур и иных культурах арис и будену буденникус римский бог первоначально считался родоначальником и хранителем рима в древней италии марс был богом плодородия считал что он может либо нас наслать гибель гибель урожая или падеж скота либо это отворотить их в его честь первые месяца римского года в которой совершался обратно изгнание зимы был назван мартом позднее марс был отождествленная с греческим арисом и стал богом войны храм марса уже как бога войны был сооружен на марсовом поле вне городских стен поскольку вооруженное войско не должно было входить на территорию города то это факт что он опокровительствовал одновременно земледелию и войне может показываться на первый взгляд а странным однако объяснимо в ранее время земледелие и военная деятельность и были тесно связаны в том смысле что римские земледелец римский земледелец был также воинам а заодно и избирателем считается что от марса вестал корея сильве родилась родила близнецов ромула и рема как отец ромула марс был родоначальником и хранителем рима символом марса был копье хранящий хранящий хранившиеся в жилище римского царя реаги там же находился 12 счетов один из которых по преданью упал с неба во время во времена царя ну мы помо пили а потому считался залогом непобедимости римлян римлян остальные 11 счетов были изготовлены по приказу царя так как а точные копии упавшего с неба чтобы враги не могли распознать и украсть подлинной отправляясь на войну полководец приводила в движение копье щиты взывая к марсу сама самопроизвольное движение считался призна предознаменованием страшных бед женой марса была малозначительна богиня нерео нере ени которую отождествляли со венеры и минеровой рассказывали что однажды марс влюбился в минераву и обратился к простары престарелые богини ани перес перене с просьбой выступить в роли свахи спустя некоторое время она перена сообщил ему что минировая согласно стать его женой тогда же марс отправился за невесты и поднял вуаля представленной ему богини то обнаружил что перед перед ним они минировая старуха она перена остальные боги долго потешались над этой шуткой священными животными марса считались волка дятел конь и бык в культуре сюжеты связанные с марсом стали популярными в европейской живописи эпохи возрождении иногда в них она представила объектом насмешки марс и венеры играют шахматы подавали но 1530 по 1540 вот это не буду читать в кино 1961 года похищение сабинянок художественные фильмы режиссера решая платье марса играет ажан мария ну и на этом все вот не очень много было написано про марса наверное следующий будет это если вам конечно понравится то это будет его отец юпитер на этом буду заканчивать это видео с вами был я леонид всем удачи всем пока